Годовщина свадьбы – это необычная дата для супругов. Порадуйте свою половинку эксклюзивным музыкальным поздравлением. Здравствуйте! В эфире передача 7+. Об итогах прошлой недели расскажу я, Людмила Саверток. Как городской округ прожил прошлую неделю, мы расскажем и покажем. Праздники отгремели медью труп, духовых оркестров и победными маршами. Мелодии и слова песен военных лет, засевшие в памяти, еще звучат в ушах и будоражат сознание. Четыре года войны, только вдумайтесь, невероятно, насколько долго шла война и каждый день тысячи жертв. Праздник отгремел, в сухом остатке печаль. Больше о войне не вспомнят до следующего 9 мая, и потом все повторится. Может, потому так коротка память у наших детей, внуков, молодежи. С годами на жестком диске памяти все меньше знаний и эмоций. Что на нем осталось от параграфов в школьных учебниках? А Первый мировой? Сейчас думать о том, что трава забвения затянет и память о Второй мировой, немного жутко. Думать об этом и верить в это сейчас просто не хочется. Но с течением времени слава и доблесть воевавших и принесших миру победу ценой 26 миллионов жизней померкнет. И тогда воевавшие и победившие станут для следующих поколений прапрапрадедами. На жестком диске памяти не останется и следа от былых воспоминаний. Но сегодня, по истечении 72 лет, забывать о добытой победе рано. Еще живы те, кто ее пережил. Такие даты, как начало войны и день рождения Пушкина, помнить надо. Праздник мог бы вызвать дополнительные эмоции, если бы все участники прошли маршем по главному историческому центру города улицы Победы. Как это делают огнеупорщики? Площадь ограниченное пространство и не позволяет ощутить размах мероприятия. Четверо сравнительно молодых людей в куртках не спеша подошли к вечному огню. Положили гвоздики, сфотографировались, сгребли гвоздики и пошли дальше, вероятно, к следующему объекту – памятнику, их интересовавшему. «Так не бывает», – возразил бы кто-то из вас, – «но, как оказалось, так бывает». Чтобы знали и помнили о погибших и воевавших, руководители и воспитатели детского сада номер 43 «Малыш» пригласили к себе в гости в праздничные майские дни педагогов-ветеранов городского округа, чтобы поздравить их с праздником «Весны и труда» и праздником «Великой Победы». Когда в коллективе живут и развиваются традиции, укрепляется преемственность, а вместе с ней крепнет и получает новые импульсы развития коллектив, открывается простор для творчества, для больших и малых побед. А если коллектив детский, то польза от развития традиции неоценимая. В коллективе детского сада «Малыш» получают развитие связи поколений. По сложившейся традиции коллектив детского дошкольного учреждения номер 43 «Малыш» встречал в эти праздничные дни ветеранов педагогического труда. Дети приготовили для ветеранов концертную программу из песен, стихов и показа моделей сезона. В ней приняли участие воспитанники всех возрастных групп. Младшие дети продемонстрировали дефиле эксклюзивных костюмов «Весенние настроения». Брат с сестрой Кирилл и Кристина Аникины прочли стихотворение Михаила Плецковского «Стоят деньки погожие». Кирилл Аникин выучил и приятно удивил присутствующих декламацией стихотворения «Баян» в Берлине. За исполнение этого стихотворения Кирилл получил первое место в муниципальном конкурсе «Этих дней не смолкнет слава», который был посвящен Великой Победе. Марина Ширлиева растрогала всех стихотворением «Родина». Девочки старшей группы в платьицах, напоминающих о довоенном времени, замечательно исполнили песню «Победный марш». Воспитанники театральной студии, маленький актер под руководством Елены Лазаревой, удивили своей постановочной сценкой этот удивительный мир. Как всегда прозвучал на бис хор педагогов «Девчата», который на этот раз выступил с песнями военного времени. Лица присутствующих светлили от улыбок и слез радости за доставленное удовольствие, за теплый прием. Если растет поколение, которое проявляет заботу о старших, страна будет жить. Увлекла и развеселила викторина. Педагогам-ветеранам представилась возможность вернуться во времена своей кипучей педагогической деятельности и ответить на вопросы ребят про учеников-любимчиков, про наказание за шпаргалки. Общее чаепитие с пышными булочками добавило теплоты и участие. На память о встрече у педагогов-ветеранов останутся голуби, смастеренные руками ребят из детского сада «Малыш». Совет ветеранов педагогического труда, в свою очередь, подарил ребятам настольные игры. Совет ветеранов, общественники ветеранского движения, собрались в майские дни, чтобы поздравить друг друга с победой, вспомнить о том, оставшемся в прошлом, но не забытом времени голодного детства, треугольниках с фронта, слезах матерей, проводивших мужей и сыновей на фронт. Традиционно встреча прошла за чаем и пирогами. Активисты ветеранского движения, председатели советов ветеранских организаций, предприятий, села, деревень вспоминали и грустили, улыбались сквозь слезы, слушая задушевные песни тех лет в исполнении известного в городе певческого коллектива «Виноград». После поздравлений, исполняя еще полномочия главы Романа Валова и председателя городского совета ветеранов Анатолия Кыштымова, ветераны вспоминали военное время, делились впечатлениями о встрече. Яркими и содержательными концертными номерами художественной самодеятельности порадовали ветеранский актив работники Дворца культуры «Кристалл». Нет войны, но смертность населения продолжает одерживать победу над новыми жизнями. За январь-март 2017 года в Свердловской области появились на свет 13 305 малышей, на 1344 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в регионе выросло число умерших до 15 718 человек, в числе которых 73 младенца. Год назад за январь-март умерли 15 631 человек, в том числе 104 ребенка младше одного года. Таким образом, естественное область населения области увеличилась в 2,5 раза. В нашем городском округе с января по апрель родились 178 малышей, умерли 249 человек. За 10 дней мая число появившихся на свет равно числу ушедших в мир иной. Эта цифра составляет 14 человек. Браков с начала года заключено 82. Развелись за это время 69 пар. Можно ли было представить себе такую ситуацию, когда семью разводила только смерть, а сегодня выходят замуж, а в уме получается, может разведемся? Два пишем, один в уме. Число браков еще никогда, пожалуй, так не приближалось к числу распадающихся семей, как сегодня. И по этой причине тоже падает деторождаемость. Может быть, думают разработчики нового законопроекта, семьи спасут от разводов дети? Итак, дети на страже семьи и ее бюджета. Что из этого выйдет? В Институте демографии, эмиграции и регионального развития разработали проект концепции федерального закона о статусе многодетных семей, предусматривающий введение налога на малодетность. Проект, разработанный организацией, совместно с экспертами, направлен президенту России Владимиру Путину. Как отмечают авторы проекта, речь идет о взимании платы с семей с одним ребенком или с бездетных, но не по медицинским показателям. Размер налога пока не определен. В документе также рассматриваются меры, направленные на поощрение многодетных семей, на долю которых, по замечанию авторов инициативы, приходится пятая часть всех детей в стране. Таким семьям предлагается ежемесячно выплачивать определенную сумму денег, которая зависит от количества детей, и предоставлять им конкретные вещи или услуги, например, музыкальные инструменты, туристические путевки, абонементы в консерваторию или фитнес-клуб. При этом деятельность по воспитанию детей предлагается включить в общий трудовой стаж. Проект также предлагает предоставить многодетным семьям право расселяться в городах демографического будущего. Если же семья не захочет жить в таком поселке, предлагается компенсировать возврат ипотечного кредита по факту рождения четвертого и каждого последующего ребенка. 20% за каждого. В то же время глава Комитета Государственной Думы по делам семьи женщин и детей Тамара Претенева не поддержала идею подобного налога. Однако в Комитете готовы обсуждать инициативу, если ее внесут в Государственную Думу. Итак, в эфире передача «7 плюс». Итоги прошлой недели. Нынешний год, если вы помните, в нашем городском округе объявлен годом семьи. Конкурс на самую лучшую семью года приобрел на этот раз несколько новое звучание. Даже задания отличались от традиционных в сторону содержательности, творчества и смекалки. Конкурс прошел в пятницу, 12 мая, во Дворце культуры «Кристалл». Было четыре семьи. Пятая спасала в последний момент, к сожалению. Семьи только вышли на сцену, и сразу стало понятно, что дух соревновательности будет здесь нехилым. На сцене, и не только перед жюри, но и всему зрительному залу надо было показать, что вы не хуже, чем ваши соперники. А для этого надо было знать родную природу, а в год экологии тем более необходимо свои знания освежить и закрепить. Далее надо было продемонстрировать увлекательную физическую паузу, проявить смекалку. На этапе составления как можно большего количества слов из одного вредно означающего ядовитое растение – борщевик. После чего даже маленькие участники запомнят это растение и, как мне кажется, на всю оставшуюся жизнь. Необычный модный приговор завел зал. Присутствующие аплодировали костюмом и шляпкам из бусорных мешков, сшитым, без иголок и ниток. Без спорно подобные мероприятия, как и те, что проводились летом во дворах и назывались «А у нас во дворе», где участниками были дети и их родители, служат укреплению семьи. После таких совместных переживаний, эмоций и общих устремлений семья становится дружнее и крепче, семейные скрепы сильнее. На вечере многодетным семьям были подарены оповещатели о пожаре, прозвучали предупреждения о необходимости воспитания в себе и детях безопасного поведения. На территории области пройдут этапы спортивно-патриотической игры «Гонка героев». Так что регистрируйтесь и участвуйте. Еще не поздно. В Екатеринбурге первый всероссийский забег пройдет 21 мая. Одновременно он стартует в 10 городах России. Трассы включают в себя 4 дистанции на 21, 10, 5 и 3 километра. Синхронный старт – один из уникальных явлений этого полумарафона, что позволит попасть с мероприятию в Книге рекордов Гиннеса. Подробнее информацию можно будет взять на официальном сайте забег.рф. Сухой Лук уже присоединился к акции «Сохрани жизнь, сбавь скорость». Танцевальным флешмобом, в котором приняли участие более 500 детей и взрослых из 16 образовательных учреждений, в том числе и детских садов, школ, медицинского колледжа. Танцевальный флешмоб начали студенты медицинского колледжа под песню «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД». Потом инициативу подхватил волонтерский отряд школы номер 2. Дети и подростки всех возрастов просили взрослых только об одном – сбавить скорость и соблюдать правила дорожного движения, чтобы на дорогах не было аварии. Слова песен, под которые танцевали участники флешмоба, говорили всем зрителям, просто прохожим и водителям, что жизнь удивительна, что дети – это новое поколение, будущей страны, и они хотят жить, любить, мечтать, быть здоровыми и счастливыми. Другая беда – пожары, которые уносят жизни, лишают людей жилья и всего нажитого за всю жизнь. Теперь за соблюдением противопожарного режима в нашем городском округе Сухой Лог следят беспилотники. Для магиторинга, соблюдения противопожарного режима и выявления нарушителей во всех населенных пунктах, сотрудники МЧС применяют беспилотный летательный аппарат. Он позволяет инспектору фиксировать очаги возгораний, выявлять нарушителей противопожарного режима. Последний полет беспилотника длился в течение часа, обследовалась территорией поселка Алтынай. Местность вдоль железнодорожных путей и частого жилого сектора, расположенного в черте города. В радиусе 80 км обследованной территории фактов нарушений и очагов задымлений на этот раз выявлено не было. С целью уберечь нас от пожаров и распространяющегося огня, угрожающего жизни и здоровью, выгоранию лесов на территории, подобные облеты с привлечением технических средств будут проводить регулярно, в том числе и в выходные дни, предупреждают пожарные. В эфире итоги недели. Горящая сигарета не только является потенциально опасной, как источник возгорания, но и является в то же время химической фабрикой, провоцирующей и продуцирующей более 4000 различных соединений, в том числе более 50 канцерогенных веществ. Во время курения 40-50% этих веществ вместе с дымом уходят в окружающую среду. Курящие ежегодно выкуривают в окружающую среду 720 тонн синильной кислоты, 384 тысячи тонн аммиака, 183 тысячи тонн никотина, 600 тысяч тонн дегтя и более 550 тысяч тонн угарного газа. Кроме того, в состав табачного дыма входят ионы многих металлов и радиоактивные соединения калия, свинца, полония, стронция. Радиоактивные изотопы, содержащиеся в табачном дыме, обладают канцерогенными свойствами. Заядлый курильщик, кстати, получает в день дозу излучения, превосходящую в 7 раз предельно допустимую норму, установленную МАГАТЭ. Это далеко не безразлично для наследственных структур и лишает людей возможности рассчитывать на здоровье потомство. Наряду с этим огромный вред окружающей природной среде причиняется при производстве табака. Для его выращивания применяется большое количество пестицидов и химических удобрений, которые являются токсичными и загрязняют водные ресурсы. Воздействие заводов, фабрик, строек и других загрязнителей сравнимо с одним выдохом заядлых курильщиков. 31 мая – день борьбы с табакокурением. Именно поэтому стоит подключить все ресурсы на борьбу с этой зловредной привычкой. Курит без зазрения совести и на городской площади. Курит открыто, не стесняясь, в то время как другие вынуждены дышать этим дымом. В противовес этому представители школы номер 2 Мария Аболенская и Мария Атеева под руководством преподавателей воплотили свой проект, закончив его практический этап, установив таблички у каждого дерева и обозначив название кустарников деревьев на городской площади. Мы вам об этом рассказывали. Цель проекта – познакомить всех горожан и гостей города с видовым составом растительности на городской площади. Вот так детские мечты, переросшие в проекты, становятся на службу людей. Замечательное дело. Конечно же, достойные похвалы. В эфире передача 7+. В пятницу 12 мая Сахойлог стал участником всероссийской акции «Зеленая Россия». За сравнительно короткое время была вычищена территория лесополосы на улице строителей. Время субботника не позволило части желающих, а это было время 2 часа дня, приять участие в сборе мусора. Но жители дома номер 5 по улице строителей, активно отстаивающие «Зеленую зону» от вырубки и размещения на ней торгово-промышленной зоны, тоже вышли. Но только те, кто не был в это время занят на работе. У управляющей компании, что интересно, появилось оружие против недобросовестных жильцов, скручивающих показания домашних счетчиков. Антимагнитные пломбы покажут, вмешивается ли пользователь в показания своих приборов учета на воду в данном случае. Пломбы будут установлены на домах, в квартирах, домов вернее, где больше всего не сходятся показания. Пока работа будет начата в тестовом режиме, затем по всей вероятности получат распространение. В эфире итоги недели. Правительство внесло изменения в правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий. Так упрощен порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. Теперь трудоспособные лица, которые получали за свой уход за указанными лицами ежемесячные компенсационные выплаты, смогут подтвердить период ухода сведениями индивидуального персонифицированного учета. Сведения об уходе вносятся органам, отвечающим за пенсионное обеспечение человека, за которым осуществляется уход. В 2015 году в России был введен новый порядок начисления пенсии и формирования пенсионных прав. В частности, с 5 до 15 лет была увеличена продолжительность страхового стажа, требуемого для приобретения права на пенсию по старости. Тогда в страховой стаж были включены так называемые нестраховые периоды. Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, получение пособия по безработице, уход неработающего трудоспособного гражданина за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом и лицом старше 80 лет. За год товары и услуги в Свердловской области подорожали на 4,1%. Как ни странно, меньше всего повысились в цене продукты лишь на 3,4%, сильнее же всего алкогольные напитки на 6,6%. Довольно ощутимо подорожали непродовольственные товары на 4,9%, а стоимость разнообразных услуг увеличилась на 3,5%. Таким образом, общий рост цен на все товары и услуги в Свердловской области с апреля 2016 года по апрель нынешнего года составил 4,1%. Между тем, по данным статистиков, средняя заработная плата у нас в регионе выросла за это время лишь на 3,8%. Сегодня она составляет по области 32 550 рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что за год жители Среднего Урала стали педнее. А теперь к народным новостям. В запустении, говорят жители, городское кладбище. Нет ни обозначения, ни нумерации, ни дорожек, ни прочищены междурядья. Отсюда неприглядный вид, груды полусгнивших и выцвевших венков и цветов, а также и клещи, конечно. Сгнили, и от времени пришли в негодность доски на ступеньках малых форум игрового городка, что против гимназии номер один. Встала и чуть не провалилась, рассказывает бабушка малыша. Все шесть колодцев нечищены много лет, говорят жители дома номер пять по улице строителей. В результате регулярно переполняются эти колодцы и нечистоты выходят наружу. Комиссия подтвердила факт, обещали заняться чисткой. Важнее, конечно же, не доводить дело до возмущения жителей. Своевременно чистить колодцы здесь дело сдвинулось благодаря напористости жителей и старше по дому. Всего четыре мусорных бака во дворе домов 55, 57, 59 по улице артиллеристов и также по улице Фучика. Там всего пользуются баками восемь многоэтажных домов, жители восьми многоэтажных домов. Их катастрофически не хватает. По этой причине мусор высыпается из переполненных баков, валяются мешки, впечатления далеко не из приятных, если сказать, избегая грубых сравнений, а они были бы здесь уместны. Нужна, по мнению жильцов, дополнительная контейнерная площадка, хотя горкомхоз и уверяет, что одна имеющаяся рассчитана на количество всех жителей. Хотя есть в этом сомнения, как показывает практика. Мусор из деревни Глядины все-таки вывезли, но проблема осталась, потому как его в принципе не вывозят. Два имеющихся бака заполняются в течение дня, потом жители заваливают все вокруг, ибо куда девать бытовой мусор? А некуда. Далее проблема со светофорами на трех перекрестках. Она остается неразрешенной пока. В бюджете не заложены средства, как нам пояснили. Дополнительных денег нет. Ну, это до первого случая. Что-то случится, и средства, как правило, у нас в стране находятся. На Кунаре-28А жители ходят за водой на единственную оставшуюся в микрорайоне колонку. А хотели бы иметь воду в доме. Тем более, что в семье, которая обратилась к нам с вопросом инвалид первой группы. Вопрос пока остался, ибо сети городу от железнодорожников не переданы. Но платную услугу, как там сказала управляющая компания, они оказать могут. Пожалуйста, подойдите к нам, жители дома номер 28А, и мы вместе постараемся что-то предпринять. Итак, успех – это не только 99 капель пота и капля крови, но еще и количество попыток. Прошла минута, и конец, другой такой не будет. Спешите жить, но успевайте радоваться расцветающей весне. Набирает цвет черемуха, и похолодание, вероятно, на нее. Кто готовит сырье в виде березовых листочков для очищения печени от вредителей, самое время начать это. Итак, до свидания, до встречи в следующий понедельник. С вами была Людмила Суверток, в итоговой передаче 7+. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова